Доброе утро, девочки мои! Я сегодня выспалась, поспала прямо 6 часов без перерыва. Вот, чувствую себя нормально, бодренько, проснулась с пол седьмого, вот, и решила, сегодня планы поменялись. Я, кстати говоря, заметила уже, как только мне стоит озвучить планы, как они тут же меняются. Я собиралась сегодня снять отдельным видео суп-солянку, потом подумала-подумала, ну, во-первых, отдельное видео, это уже есть такое, и там я делала солянку всю по правилам, прям строго по рецепту. Сегодня небольшое отступление от рецепта будет, потому что вместо колбасок охотничьих я туда добавлю грудинку, ну, не попались мне охотничьи колбаски, не стала их специально прям бегать, по всей округе искать. Ну, заодно и проверим, что будет, если добавить туда вместо охотничьих колбасок эту грудинку. Вот, и сегодня у меня что еще по плану? Я вот поставила сейчас варить свеклу, и еще хочу из свеклы там поварить, ну, некоторые что-то сделать из свеклы, винегрет, может быть, еще что-нибудь посмотрим. Вот, а вообще я вчера должна была начать влог, вчера вечером собиралась Настю забрать с садика, отвезти на тренировку, думала еще ее немножко поснимать. Но Наташа освободилась пораньше, и, в общем, она написала, что она сама ее заберет. В общем, я сидела вечером, как раз вместо утра смонтировала видео, которое собиралась вчера вечером. Вот, таким образом у меня освободилось утром время, я проснулась, и вот ничего монтировать не надо, ничего делать, это только готовка. Поэтому я решила приготовить солянку сегодня, и солянку буду в мультиварке, мультикухне своей готовить, винегрет, что-нибудь еще приготовила. В общем, короче, у меня сегодня только готовка, поэтому снимаю влог, это все будет в формате влога. И потом я вам хочу сказать, мне нравится снимать во влогах готовку, потому что я в это время могу с вами произвольно болтать о том, о всем. И мне вот этот формат мне нравится больше. Кстати, напишите в комментариях, кому нравится больше, когда я готовку снимаю во влогах, и в это время я с вами о чем-нибудь болтаю. Потому что, ну, не хочется, чтобы это было скучно, просто вот банально, вот 150 грамм этого, 200 грамм этого, ну, как бы, я в промежутке говорю, что, что, чего, сколько, но на самом деле там еще и болтаю о том, о чем-нибудь. Вот, ну, а сейчас, пока я пью кофе, соседка уже забежала, кофе попили, она уже убежала. Пока я поставила варить свеклу, немножечко прохладно, думаю, пока она будет вариться, я чуть-чуть согреюсь. Что-то у нас, я не знаю, в этом году, у нас всегда такая жара была, в этом году как-то у нас прохладненько. Вот, ну, и ладно, не об этом будем говорить, что сейчас я собираюсь сделать. В общем, пока я раскачиваюсь, пока кофе пью, сейчас я еще поставлю картошечку, она быстро сварится, чтобы это у меня уже остывало. Пока это будет остывать, оно, я сварю как раз солянку, и пока, в общем, солянку я буду в мультиварке, пока я туда все закину, она будет вариться, и тем временем начну уже резать. Короче говоря, я буду в процессе готовить, готовить, и что-нибудь буду рассказывать. А вот еще к слову сказать, почему я не люблю заранее озвучивать свои планы. Вот я уже заметила, как только я свои планы озвучу, все, у меня эти планы меняются, и все уже идет по-другому, все идет не так, как я озвучила планы свои. Настя забирать не пошла, солянку отдельным видео снимать не буду, и что-то там еще я хотела сказать, что, короче, все вот так вот поменялось. Кстати, у кого тоже такая вот есть, как примета, да, только стоит планы свои озвучить, все, планы уже меняются, планы нарушаются, идет все по-другому, в другое русло. Напишите, у кого тоже такая есть примета, мне интересно будет узнать. Ну что, девочки, я все подготовила, в общем-то, собственно, можно приступить уже к приготовлению солянки. Для солянки нам потребуется 300 грамм говядины в филе, 4, это 100 грамм томатной пасты, но она мне замороженная. Курица копченая 200 грамм, ну, это получается один окорочок, если его очистить, нужно будет очистить его от кожи и от косточки, как раз один окорочок получается. 130 грамм охотничьих колбасок, но я их заменяю сегодня, это грудинка у меня, и я думаю, будет нормально. Грудинка здесь мягкая такая кожица, в общем, вместе с кожицей. Два средних огурчика соленых, 100 грамм рассола, 40 грамм растительного масла, две крупные картошки, 400 грамм картофеля, 100 грамм морковки, 70 грамм лука, это, в общем, средняя морковка и средняя луковица. Ну и, в общем-то, вроде бы все, ничего не забыла пока. В общем, девочки, курочку я очистила, вот, от кожи, от косточки, вот, как раз от одного окорочка остается 200 грамм. Ну, это все, в принципе, приблизительно. В общем, сейчас нужно порезать все соломкой, можно кубиками, я не знаю, не все соломкой получается порезать. Так, сейчас начнем с курочки, раз она у меня уже тут лежит на доске. Средней соломкой, ну, так написано во всяком случае в рецепте, я думаю, что это не принципиально. Я в прошлый раз срезала кубиками, мне кубиками понравилось. Так, значит, сейчас курочку я порежу. Надо порезать, в общем, сейчас, в первую очередь, это все мясное, колбасное, курочка, мясо, охотничьи колбаски. Ну, на данный момент у меня грудинка. Потом огурцы и свежие овощи. Картошку я пока отложила, мы на зажарку, картошку зажаривать не будем. А то, что нужно на зажарку, все, кроме картошки, в общем-то, нужно будет нам обжарить. Минут 15. Ну, можно вообще готовить все в мультиварке, мне в мультиварке удобнее. Хотя, это можно вполне приготовить на печке, на плите. Так, в общем, короче говоря, я режу вот так вот произвольно, как получится. Как получится, так и порежется. Все равно все это будет вкусно, потому что сами по себе ингредиенты очень интересные, хорошие сочетания. И потом уже, когда готовое блюдо, мне очень нравится в тарелочку положить лимон, прям лимон обязательно. Ну, можно оливки. Я оливки просто не люблю, поэтому я их не покупаю и не кладу. Я готовлю для себя. А если бы я готовила, конечно, для кого-то, я бы оливки добавила, как положено, как в ресторанах. Я это блюдо уже готовила и помню по комментариям... Так, сейчас мясо туда же нарежу. Тоже сделаю как-нибудь соломочкой. По комментариям, помню, мне там писали, что вот что-то там не так надо готовить. Девочки, этот рецепт я взяла в рецептурной книге, поэтому я готовлю по этому рецепту, при том, что этот рецепт мной уже опробован. И хочу вам сказать, шикарный, просто шикарный вкус получается. Мне кажется, если туда еще что-то добавлять, это будет излишнее. То, что нужно, как раз вот тут вот и есть. Все, все приотличненько. Так, в общем, я вот так вот пластами режу мясо и длинными полосочками порежу. Такими вот, чтобы оно готовилось быстро. Пусть будет полосочками. В этот раз полосочками сделаю, в тот раз кубиками делаю. Я думаю, что это сильно не изменит вкус. Вот такие вот полосочки. Так, курочка мяса у меня нарезаны. Сейчас еще вот эту вот штуку. Вообще, 130 грамм охотничьих колбасок, это как раз получается две штуки длинные. Но это те колбаски, которые я покупала раньше в пятерочке. Но в этот раз у меня просто вдруг внезапно возникло желание приготовить солянку. Я ее давно уже не делала и очень хотела ее приготовить. Поэтому, в общем, все ингредиенты у меня были, кроме вот этих охотничьих колбасок. И когда они понадобились, как раз в тот момент их что-то в магазине не было. Поэтому я взяла грудинку, думаю, ну, в принципе, в общем, как еще одно дополнение. Здесь же ассорти мясное получается с овощами. Собственно, по сути, этого супчика, да, никаких круп, ничего. Мясное и овощное добавляется. Кстати говоря, вполне даже диетический супчик получается. О, я прям на правильное питание. Направлено, да. Так, вот это у меня все мясное тут в одной тарелочке. Я сейчас просто все сразу подготовлю, все сразу нарежу. И тогда уже... Так, это надо соломкой, можно не очень мелкой. Так. И, в общем-то, все подготовлю сейчас, все нарежу. И тогда уже включу, потому что все быстро очень закидывается. Вообще, на самом деле, этот суп готовится очень быстро. Если бы я его не снимала, я бы его давно уже приготовила. И вообще, импровизацию накидала бы. Я уже саму суп поняла здесь. То, что овощи, мясо и вот соленые огурцы, соленый рассольчик. И он уже дает какой-то определенный свой вкус. Так, ну вот морковкой такой, соломкой, не сильно мелкой режу. Хотя, я думаю, что кому как нравится. Потому что кто-то, если не очень любит морковку вареную, можно помельче порезать ее, тогда будет незаметно. Но я ее нормально воспринимаю. Так, в общем-то, у нас получается, что сейчас включим режим жарка. Добавим масло 40 миллилитров. Это 4 столовые ложки. Я нагласно наливаю масло. И там закинем сейчас вот эти овощи. Соленые огурцы, мясо. Все, нарежем жарка. И томат. Режем жарка 15 минут, чтобы оно все немножко обжарилось. А потом нужно добавить воды. Я уже вскипятила чайник. Полтора литра воды надо подготовила. Чайник горячий заливаю в мультиварку, чтобы оно быстрее закипало, там готовилось. И, собственно, все. А, ну потом уже картошку. Перед тем, как заливать, добавим картошку и рассу. В общем, все остальные ингредиенты. Так, ладно, открываю крышку я, собственно говоря. Включаю уже. Режим жарка. Пуск. Поехали. Масло наливаю на глаз. 40 миллилитров. Так, закидываю уже туда сразу морковку. Луковицу тоже я на 4 части порежу вот так. Получится нормальная такая себе соломка. Вот так, девочки. Вместе с вами мы решили приготовить такой вкусный супчик. Очень вкусный. Мне он так нравится. Я его всегда с удовольствием ем. А еще в тарелочку. Чего у меня тут трясется на столе. Банки тут. А еще в тарелочку лимончик и сметанку. Ой, какая вкуснятина. Я тогда помню, в прошлый раз я его прям поела очень быстро. При том, что здесь получается, по-моему, 4 порции. Ну, где-то 4-5, смотря кто какие порции ест. Так, и что у меня осталось еще? Огурцы тоже как-то соломкой нарезать. Все, получается почти что все. Так, сейчас пока это будет обжариваться, тем временем я картошечку порежу. И будет у меня уже все нарезано практически. В рецепте нету там зелень, чтобы добавить, не написано. Но я думаю, что в конце я все-таки добавлю еще зелень, потому что, ну как супчик без зелени. Так, что у меня соломочка какая-то получилась. Можно и меньше. В общем, я думаю, не принципиально тут уже кому-то понравится. Все, начинается режим обжарки. У меня почему-то в мультикухне моей таймер на жарке именно, таймер что-то не работает. Может быть, я его как-то там не знаю, как включить. Так, все готово. Обратного что-то нету, поэтому я это все делаю так, на глаз. Берем лопаточку. Сейчас немножечко я, наверное, лучок вот этот с морковкой чуть-чуть побаланширую. И потом кину туда уже мясо. Сейчас разогреется нормально, сковорода. Так, сделала вам, чтобы было видно. Ну, значит, лук, морковь, еще соленые огурцы сюда можно добавить сразу тоже. Так, помешаем. Добавим сюда томатную пасту. Еще раз помешала. Можно уже добавить сюда и вот эти все наши мясные продукты. Все, теперь вот это все нужно обжарить. Пока это будет у меня обжариваться, минут 15, я сейчас нарежу картошку. Так, все. Так, ну что, жарка наша уже нормально пожарилась, 15 минут. Дальше написано, что положить оставшиеся ингредиенты. Я туда добавляю картошечку. Картошечку вот так соломкой я нарезала. Добавим туда рассол. И полтора литра воды. Воду я уже закипятила. Как раз отмерила здесь у меня в чайнике. Полтора литра почти. Все, теперь хорошенько все перемешаем. Но оставшиеся ингредиенты, я так понимаю, что надо сюда еще добавить уже тогда и соль, и перец, и лавровый лист. Я сюда вкусную соль добавлю. Она все-таки с травками, приправками. Так, соль. Добавлю сразу перец. Немножко. И добавим лавровый листик. Все, сейчас я все это перемешаю. Еще раз. Закрою крышкой и поставлю режим суп на час. Ну что, девочки, до конца приготовления осталось 10 минут. Я все-таки решила добавить туда зелень. А вообще запах такой идет, прям копчености. Такой классный запах. Вообще прелесть. Прелесть. Ну вот зеленый лучок, петрушка и укропчик. Мне хочется, чтобы оно было в супе. Хотя в рецепте этого нету. Может быть это какое-то упущение рецепта. Мне кажется, это никогда не помешает в супе. Ой, какая прелесть получается. Красота. Все, закрываем и пусть доходит до готовности. До конца уже. Так, ну девочки, на меня готовка сегодня напала. Я решила уже заодно и компотик сварить. Я все приготовила для винегретика. Уже почистила картошку, свеклу. Я уже жду, когда закончится вот эта варка супчика. Вообще супчик будет отменный. Думаю, да, сварю уже я компот. Я тоже, кстати, компот давно уже хотела сварить. В общем, одно яблочко небольшое кину. Небольшую кострую буду варить. И замороженные там вишни, фрукты какие-то есть замороженные. Так, вишни здесь косточки. Сейчас поражаю, сразу сюда, все, закину в это. Варить. Все, и сахара парочку ложек. Я нашла у себя в холодильнике вот эта клубника, протертая с сахаром. Вот, я ее добавлю вместо сахара. Будет как раз аромат клубнички. Здорово. Это я брала, наверное, в фикс прайсе. Вот, она у меня даже еще не вскрытая. Прекрасно. Добавлю. Ну, вот я села на свое любимое место. И, в общем, сейчас буду резать винегрет. Огурчики соленые у меня с пятерочки. Свекла. Картошечка. Это я все почистила. У меня еще с оливье осталось немножко горошка. И добавлю фасоль красную. Это вот из фикс прайса, кстати говоря. Но она хорошая. Вообще, раньше я никогда не добавляла красную фасоль. Вообще фасоль не любила. Но она полезная. Это из одного рецепта, который мне давала врач. По-моему, холестерин повышенный или что-то там снижала. В общем, красная фасоль. Полезная, нужная. С тех пор я стала ее добавлять в винегрет. В общем, девочки, как я буду делать винегрет, я рассказывать не буду. Уже я его показывала, рассказывала тысячу раз. Все, как всегда. Обычный классический винегрет. Я уже режу. В курсе. Соленые огурчики. Картошка. Лук. Капуста. Кстати, капусту я уже достала. Квашеная капуста. Горошек и фасоль. Все. И я люблю добавить туда масло растительное, которое с запахом такое, знаете, холодного отжима или первого отжима. Вот. Оно тогда придает аромат вкусненький. Вот. Ну, в общем, короче говоря, сейчас буду пока резать. Я села сюда. Мне здесь удобнее. Мне вообще нравится в этом уголочке сидеть, что-то вам рассказывать. Как-то тут мне уютненько, удобненько, классно. Ну, и как раз телевизор я вижу. Теперь я спокойно уже не на ногах, а здесь сидя. Супчик у меня сварился. Пусть пока настаивается. Я люблю, когда супчик настаивается, а потом его уже пробовать. Ну, и компот тоже быстро сварился. Я его выключила. Пусть остывает. Я сегодня завтрак пропустила. В общем, с утра вот начала, начала и забыла вообще позавтракать. А время уже около 11. Я думаю, что сейчас винегрет нарежу. Уже управлюсь со всеми делами. И уже поем суп. В общем, это будет у меня уже такой вот обед. Так, ну, пока я вот это все режу, сейчас немножечко я отключусь на время. Посмотрю чуть-чуть телек спокойно. Так вот люблю я, не торопясь, сидеть вот так вот резать. Может быть, девчата тоже так любите, да? Резать у телевизора спокойно какие-то овощи, там что-то на приготовление. Вот так вот можно тоже на супчик нарезать все спокойненько, поглядывая телевизор. Спокойной обстановки, чтобы никто не отвлекал, никто не дергал так со своими мыслями. Или поболтать с кем-то, как я сейчас это делаю. Мне вот это нравится. Кому еще нравится, напишите, девочки. Как вы любите? Я люблю готовить в спокойной обстановке. Когда меня кто-то дергает, я нервничаю. И, кстати говоря, вкус блюда, я заметила это еще с молодости, очень зависит от того, в каком настроении вы готовите. Если вы на нервозе, и, соответственно, будет вкус. Кстати говоря, энергетика, она же передается продуктам. То, что вы готовите, это прямо, я не знаю, можно сказать, волшебство вы делаете, да? И вот ту энергию, которую вы вкладываете, если вы готовите с хорошим настроением. И еда эта будет, во-первых, вкусной, а во-вторых, полезной. И для нервов, те, кто кушает, у них будет хорошо все это переваривается. Это я не помню с молоду, вот это я не знаю, откуда это я узнала такое. Ну и сама я замечала, что так оно и есть, так оно и происходит. Вы с едой, с пищей передаете энергетику добрую или недобрую. Передаете тем, вашим домочадцам, кто будет эту еду есть. Поэтому готовить нужно всегда. Когда у вас настроение на это хорошее. Ну, не всегда получается, бывает по-другому. Но желательно, конечно, в спокойную обстановку и готовить ваять. Все, девочки, немножко посмотрю телевизор, пока уже нарежу остальные овощи, и потом к вам вернусь. Я уже половину нарезала, решила к вам вернуться. Я хочу сказать, что вот то, что я сегодня готовлю, вот это все очень вкусная и полезная пища. Даже те, кто худеют, вполне можно поесть суп солянка, потому что там мясо, овощи, и в общем ничего такого нет, от чего поправляются. От мяса не поправляется, углеводов там никаких нет, укроп. Вот, так что вот такой вот супчик, очень хороший, как вариант. Также винегрет, салат. Его можно, вот я сегодня его готовлю, просто чтобы сейчас уже все сделать, и потом отдыхать. Вообще, винегрет я собираюсь покушать на ужин. Вот, на ужин у меня будет винегрет, на обед у меня солянка. И, в общем-то, вот все, все, что я сейчас приготовлю, это у меня на сегодня, на завтра. Я еще винегрета решила сделать побольше, для того, чтобы угостить соседку. Она меня постоянно чем-то угощает. У нас с ней уже так заведено. Она что-то готовит, меня угощает. Я что-то готовлю, ее угощаю. Вот, я решила сделать побольше винегретика и угостить соседку, свою любимую подружку. Досмотрела я вчера сериал Морозов. Понравился сериал, хороший такой. В общем, детектив криминальный. Ну, он такой весь захватывает. В общем, мне нравится, когда меня захватывает детектив, когда его смотришь. И интересно узнать, что же там будет дальше. Вот. Сегодня нужно будет еще найти какой-то детективчик. Долго играющий, хороший, интересный детективчик. Вообще, вот я, видите, сколько, начиная с понедельника, как я приехала домой, я тут тружусь, не покладая рук. Ну, уже сделала все. В порядок себя привела. Она покрасила волосы. Уборку сделала. В прошлом видео снимала. И уборку, и покраску. Там что-то еще наснимала. В общем, ну, все, что по дому, сейчас я решила подогнать, чтобы у меня уже было свободное время. И вот сегодня наготовлю. Завтра готовить я не буду. Завтра, если я никуда не намылюсь, я буду дома. Просто отдыхать. Ну, уже загадывать ничего не могу. Потому что у меня все получается. Все, что задумаю, не получается. Поэтому, вернее, получается, если я это не озвучиваю. Только мне стоит это озвучить. У меня почему-то планы меняются. Вот. Так что, то, что я буду делать дальше, еще пока у меня так разные есть задумки. Но вполне возможно, что завтра я сделаю себе выходной. Отдохну. Просто в день лентяя устрою себе. Ну, не в понедельник. У меня обычно по понедельникам день лентяя. А тут я сделаю среди недели этот день. Мне, в конце концов, нужно набраться сил, отдохнуть. И потом, ну, подумать, что же еще дальше снимать. У меня есть какие-то идеи. Но, чтобы их воплотить, нужны свежие силы. Потому что это за пределами дома. Это нужно будет там двигаться. Вот. Но ничего я пока вам не скажу. Узнайте все позже в свое время. Так. Ну, сейчас продолжаю резать. Еще немножко осталось. Все. Винегрет мой готов. Сделала побольше. И соседку угощу. А вообще этот салат можно есть и на завтрак, на обед и на ужин. Он очень легкий. И полезные все овощи здесь. Вот такой супчик солянка получился. Если сюда еще положить в тарелочку оливки, кто любит. Будет вообще красота. Ну, будем пробовать сейчас. Ну, вот и все, девочки. Мы пришли к финишной прямой. Все. Можем теперь дегустировать, пробовать блюдо. Такое красивое. Я люблю еще лимончик вот этот подавить, выдавить с него сок, чтобы с кислинкой было. Вот этот супчик с кислинкой вообще очень вкусный получается. Не могу. Все. Винегрет готов. Компот готов. Компотиком все это запить. Ляпота. А время сейчас начало 12-го. В общем-то, время обеденное подоспело. Уже пора и, в принципе, и пообедать. Так, ну, мне не терпится. Я уже не могу. Насыщенный такой вкус. И очень вкусный. Так, с мясом, с картошечкой. Все сварилось. Все проварилось. Легко жуется. А вкус обалденный вот такой. Девочки, возьмите, приготовьте. Вот действительно, на самом деле, это готовится быстро, недолго. Самое главное, все это надо купить. Порезать все соломкой. А в мультиварке это вообще легко. Раз-раз обжарил. Сначала залил, засыпал. И поставил на час. Занимайтесь своими делами. Отдыхайте, что хотите, делайте. Ну, а я сейчас хочу на этом видео закончить. Я думала, оно у меня получится коротеньким. Но, судя по временям, я смотрю, оно коротеньким не получится. И там еще где-то что-то у меня, возможно, будет пропущено. Потому что я вместо включить, выключить нажала. И, в общем, что-то там, может быть, я даже пропустила. Но самое главное, начало было. Все у нас положено. Все правильно приготовлено. И приготовлено все отлично и очень вкусно. На этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok